Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Мама, не волнуйся, мне двести метров осталось не до подъезда, я уже в дворе. Алло, Глеб, ты где? Я смотрю в окно, не вижу тебя. Алло? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глеб, мой сын, он учится в Москве, живет в общежитии. А вообще мы живем в Клавдинске. И он каждую пятницу возвращается домой. Он приезжает на электричке после 10 вечера. А потом от станции идет пешком. Ну, и я, естественно, я же волнуюсь, и я звоню ему. И вот последний раз я с ним разговаривала. Он мне сказал, что уже подходит к нашему двору. А я смотрю в окно, а его нет. Я опять звоню. Кто-то снимает трубку и молчит. Потом телефон отключился. Вы в это время кого-нибудь во дворе видели? Нет. Я выбежала во двор. Добежала до станции, вернулась обратно. Обегала все соседние дворы. Позвонила всем знакомым Глеба. Потом я уже позвонила в полицию, а они мне сказали, что надо дождаться утра. Вдруг он с девушкой или у знакомых. А раньше ваш сын так задерживался? Нет. Не бойся. Он домашний мальчик. И не мог он не предупредить меня. Ну, вот он, наш двор. Глеб всегда этой дорогой ходит. И сказал, откуда ты вот отсюда звонил уже. Ну, что я скажу. Место здесь, конечно, очень удобное для таких дел. Ну, я там везде заглядывала. Вы же ночью заглядывали. Ну, да. И просмотрели. Кость, подойди-ка. Что такое? Это же Глеба. Скорую вызывает. Чего ты стоишь? Ну, что врач сказал? Ага. Хорошо, пусть отдыхает. Маловероятно, но может, это и не его смартфон. Возьмите образцы ДНК в квартире, сравним. Только не акцентируйте, чтобы мать не волновать лишний раз. Ну, что, Серега, отпечатки снял? Я тоже в ванной кое-что нашел. Я чайник поставила. Вы знаете, нам позвонили, нам надо срочно ехать. А вы здесь оставайтесь, отдохнете. Вот. Только так больше не переживайте. Еще ничего не понятно. Крови нет. Следов борьбы тоже. Да, и еще одна деталь. Вы, пожалуйста, таблеточками вот этими, которые вам доктор прописал, не злопотобилийте. Не гречитесь. Тем более, что мы их пересчитали. А завтра опять приедем, пересчитаем. И после завтра. Галина Николаевна, вот Трошина, Лидия Андреевна, 55 лет. И ее сын Трошин, Глеб Владимирович, 21 год. Отец Глеба умер два года тому назад. Ему было 59. Поздний ребенок. Еще родственники есть? Никого. Семья небогата. Если Глеба похитили, то это явно не из-за выкупа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Здравствуйте. Это я с вами разговаривал? Да. Вы мама? Да. Вы здесь прописаны? Да. Можно ваши документы? А, да, конечно. В ФЭС обращается Лидия Трошина. Она рассказывает, что ее сын Глеб пропал вчера поздно вечером при возвращении из института на подходе к собственному дому. ФЭС обнаруживает в кустах недалеко от дома Трошина их смартфон, как у Глеба. Рано утром следующего дня домой к Лидии приходит неизвестный, представляясь полицейским. Ну, чего? Его смартфон нашли? Да. Сим-карта Трошина Глеба Владимировича. И фотки его. И подожировые совпадают с теми, которые сняли в его квартире. Только вот. Что? Глеб не родственник своей матери? Очень интересно. Она нам об этом ничего не сказала. Ну, может, сама не знает. А ты и звонила? Рано еще. Успит, наверное. Так надо звонить, разбудим. Это же важно. В конце концов, это у нее сын пропал. Где он? Где? Я не знаю. Я не знаю. Кто это? Кто? Я не знаю. Может, из полиции. Я же сказала вам, Глеб пропал. Его ищет ФЭС. ФЭС? Это ФЭС звонит? Я не знаю. Черт. Ответь. А, нет, ни хрена. Черт. Черт. Трошина не отвечает. Что-то случилось. Так. Поедешь со мной. Будешь дергаться. Грохну. Ой, неплохо. Таблетки. О, кровати. Давай, давай. Глотай. Глотай. Так. Сейчас одеваешься, морду моешь. И валим. Валим. Т Sea-ка. Ух-х-х�. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все, что на полу, вот мобильный телефон едет. Не глупо что. Ну, здесь что получается? Связали для начала, это понятно. А вот почему потом освободили? Звук у нее с сердцем плохо стало, у нее жводе слабое было. А зачем от тела избавились? Может, вы просто заставили идти? Вон, стакан ее. Таблеток, правда, не видно. Если таблетки забрались, значит, есть возможность, что она останется жива. К сожалению, только в том случае, если ей давали лекарства, пока она здесь сидела. Какие-то отпечатки есть. Но это не трошенные отпечатки. Похититель прокололся. Вот до чего милосердие доводит. Дал таблеточку, дал водичку. А не дал бы? А не дал бы, был бы труп. Я думаю, что это дело вообще не в милосердии, а в том, что она просто им нужна живой. Я думаю, что дело было так. И стало плохо. Они испугались, что она умрет, и прокололись. Только вот непонятно, кому понадобились трошины. Есть. Ломакин Михаил Егорыч, 46 лет. Судимый за грабеж. Регистрация в деревне Подмалиновском. Не дергайся. Сиди пока тут. Вот, сейчас я сбегаю на фабрику, заберу кое-что и поедем дальше. Телефон Ломакина выключен, так что, думаю, что мы можем искать только по адресу. Ну что, парни, работаем? Чисто! Чисто! Серега, скоро, быстро. Он сказал, что из полиции. Сказал, что нашли паспорт Глеба. Я открыла, а он связал меня. Куда ты его спрятала, тварь? Небось, уже экспертизу сделали, а? На мое бабло губежки раскатали. Думали, я не узнаю? Про какую экспертизу он говорил? Я не знаю. Лидия Андреевна, мы обрабатывали патажировые следы из вашей квартиры. И обнаружили, что ваши с Глебом ДНК, они не родственные. Ой, господи. Я и забыла. Что забыли? Мой родной ребенок родился мертвым. И еще врачи сказали, что у меня больше не будет детей. А как же? Я тогда умереть хотела. Меня все успокаивали, а я ничего не слышала. И тогда ко мне подошла заведующая. Зоя Григорьевна. У нас сегодня одна из рожениц родила мальчика. И сразу же от него отказалась. И тогда я немного пришла в себя и стала спрашивать, есть ли родственники еще у ребенка. Может, отец захочет забрать. Но она сказала, что отца убили бандиты. А фамилию или какие-то данные? Нет, ничего. Сказала, что отец не был расписан с матерью ребенка. И что о нем никто не знает. Но этого ребенка оформили сразу, как у вашего новорожденного сына. Да. Только вы не подумайте. Ни денег, ничего такого заведующая с меня не взяла. Просто она сказала, чтобы я все забыла. Это мой ребенок. И все. Возможно, исчезновение Глеба Трошина как-то связано с его биологическими родителями или их родственниками. Ну, Михаил Ломакин Глебу точно не родственник. По ДНК никаких совпадений. Может, кто-то из знакомых Ломакина? Ну, нужно пробить все его контакты, подельников. С кем срок отбывал. Да, хорошо. Таня, а ты найди все о подбельской Зое Григорьевне. Она в 95-м году была заведующей в Клавдинском роддоме. Ты уж извини, что тебя пришлось похитить. Но разговор нам предстоит долгий. Галина Николаевна, это важно. Извините. Подбельская в розыске? Пропала без вести неделю назад. И это вряд ли совпадение. Потому что только она знала, куда делся тот новорожденный, который теперь Глеб Трошин. Вот ее и похитили. От нее узнали про Глеба, а потом похитили и его. Подбельская говорила Трошиной, что отец ребенка был убит бандитами примерно за полмесяца до рождения Глеба. Возможно, сам отец и был бандитом. В любом случае, надо проверить всех убитых в это время в Клавдинском районе. Еще по поводу бандитов. Два месяца тому назад в Добинске умер двоюродный брат Ломакина, дважды судимый Дмитрий Кривишин. Он оставил большое наследство. Да, завещания у Кривишина нет, семьи тоже. Так что Ломакин, получается, у него единственный наследник. А Ломакин говорил Трошиной о каких-то деньгах, которые она с Глебом якобы хотела у него отобрать. Да Ломакин, на самом деле, голь перекатный. Наверняка ему про эти деньги говорил. Но очень может быть, что Глеб более близкий родственник Кривишина, чем Ломакин. Если Глеб докажет это родство, то Ломакин не получит ничего. Ну, вот и мотив Ломакина избавиться от Глеба. Что вам от меня нужно? Дайте мне позвонить маме. Она тебе не мать. Прости, Глеб, но Лидия Андреевна очень хорошая женщина. Но она не твоя мама. Но вы же сами говорили, что согласно ДНК-анализу, Ломакин и Глеб не родственники. Да, но Ломакин двоюродный брат Дмитрия Кривишина со стороны матери. А у Дмитрия был старший одинокровный брат Олег. У них матери разные. Так вот, этот Олег проживал в Добинске. И его. Прошу барабанную дробь. Короче, Олега убили в девяносто пятом году за полгода до рождения Глеба. Ну, извини, я не могу как-то так выделываешься. То есть, все совпадает с тем, что заведующая роддомом сказала Трошиной об отце Глеба. Так, кто тогда мои якобы биологические родители? Видишь ли, отца твоего убили за пару недель до твоего рождения. Убили бы и тебя, если бы тебя узнали. Вот поэтому тебя и спрятали. ФЭС расследует исчезновение сына Лидии Трошиной Глеба. Выясняется, что Глеб не родной сын Лидии. Лидию похищает рецидивист Михаил Ломакин. ФЭС освобождает Лидию и узнает, что биологического отца Глеба убили бандиты. ФЭС подозревает, что похищение Глеба связано с борьбой его родственников за наследство. И тогда получается, что Глеб приходит с Дмитрием Кривишем родственником. Притом, это родство только по отцу Дмитрия. Вот почему Глеб и Ломакин не родственники. И Глеб, наследник Дмитрия второй очереди, а Ломакин третий. То есть Ломакин пролетает с наследством. А не так давно умер твой дядька. Оставил кучу денег. Ты наследник. И получишь все, если провести ДНК-экспертизу. Поэтому Ломакин и торопился избавиться от Глеба. Тогда его родство чисто физически невозможно будет доказать. Только непонятно, куда делся Глеб, раз Ломакин до него так и не добрался. И кто биологическая мать Глеба? Пока это все догадки. Нужно убедиться, что Глеб действительно родной племянник умершего Дмитрия Кривишина. Кривишина кремировали. Думаю, это не просто так. А что, его вскрытие не проводилось? Ну, по идее, должно было. Тогда в архиве морга должны были остаться его биологические материалы. По закону их должны хранить три года. Мы их запросим. А еще надо запросить в архивах Клавдинского роддома данные о всех роженицах в тот месяц, когда родился Глеб. Там должна быть отмечена его мать. Но это уже завтра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Блин! Миха, ты что, с дуба рухнул, что ли? Через дверь не мог войти? Дари! Выключи свет. Я звонила в архив роддома. Запрашивала все данные за месяц рождения Глеба Трошина. И выяснилось, что эти все документы пропали. Только эти документы? Или еще? Пока выявили недостачу только этих. Я просила ничего не трогать. Архив до вашего прибытия опечатаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, расскажешь мне, куда ты пацана спрятала? Ты что, с ума сошел? Какого пацана? А кто на меня ментов навел? Да каких еще ментов? Ты здесь мне фуфло не гони. Я сразу понял, что ты с Димоновым наследством мучишь. А сейчас еще менты. Миха, включи мозги. Ты почему меня сразу не задел? Сам знаешь, что если что, за меня впишутся. И я тебя подставить не могу. За тебя сразу ответка прилетит. Хорошо. Допустим, менты сами подсуетились. Но ты мне пацана отдашь. Меня поймают, я сяду. Но когда я выйду, я хочу свое бабло получить. И ты мне это обеспечишь. Вот документы из Кладзиевского роддома. За 95-й год. Так, а за этот месяц документов и нет. Да их сперли, видать, причем совсем недавно. Я вон Глеба искали. Да что-то есть. Смотри-ка, это, наверное, нам оставил тот, кто эти папки украл. И пыль вот здесь протерта. Ну, могу сказать с очень большой уверенностью, что инородный предмет, обнаружен нашими доблестными оперативниками на месте преступления с риском для жизни, это... Холода, я сейчас тебя убью. Фрагмент латексной перчатки. Так, значит, тот, кто забрал документы из хранилища по роддому, зацепился латексной перчаткой и порвал ее. То есть на фрагменте должны остаться его поджировые. Это родственник Ломакина. Точнее, родственница. Это женская ДНК. У Ломакина есть только одна подходящая родственница. Его племянница, Ирина Сопрыкина. Живет в Малиновске, судимая. А отсидела год за кражу. Похоже, у них там вся семейка такая. Но что странно, с Ломакином она практически не общалась. Их мобильные телефоны последний раз пересекались в общей соте полгода назад, когда умер Дмитрий Кривишин. Ну, то есть на его похоронах. Сейчас у него мобильный выключен. Зато в прошлом месяце мобильный Сопрыкин засветился в Москве. В сотых квартирах института Глеба. Пересекались они там с мобильным Глеба. Хотя они не созванивались. Сопрыкина следующий по очереди за Ломакином наследник Кривишина. По-видимому, она решила сыграть свою игру. Просто в смерти Глеба ей нет никакой выгоды. А спасая Глеба от Ломакина, она вполне может рассчитывать убедить его отказаться от наследства в ее пользу или поделиться с ней. Но все равно надо маме как-то сообщить. Она же там с ума сходит. Слушай, я тебе уже сто раз все объяснил. Все должно быть натурально. Это в ее же интересах. Заподозрят, что она не очень сильно волнуется. Ее уж пытать начнут. Надо было ее тоже похитить. Легко сказать. Я тебя-то еле успел вытащить. Времени на подготовку не было. Вот и приходится тут прятаться. Больше пока негде. Ну и сколько мне здесь сидеть? С недельку. А потом найдем хорошего адвоката. Послушайте, но я готов отказаться от наследства. Давайте я все подпишу. Благородно. Но, боюсь, не все так просто. Хозяина, есть кто дома? Открывай! Серега! Чего? Кто-то в окно залез. А может вылез? Я так подозреваю, проникновение со взлома. И у нас есть все основания, чтобы это все дело осмотреть. А ну-ка, подсоби. А ну-ка, подсоби. Думаю, Ломакин понял, что Сопрыкин имеет отношение к исчезновению Глеба. Ну, приехал к ней, попытался узнать, где спрятан Глеб. Ну, по крайней мере, ни явных следов борьбы, ни крови не видно. Слушай, а может это и сценировка, а они сговорились и все? Куда ж Сопрыкина спрятала Глеба? Постой-ка, ну, сам подумай, она его искала, потом проверяла, потом архив украла. Значит, было что-то в этом архиве такое, что... Интересно, откуда она его делает? Надо искать. Давай, что-то. Я там гляну еще раз. Кость! Хорош сам шкаф курочить. Вот он. На вас стоит вверх бежит, смотри-ка. О, в полном комплекте. Архив роддома, а? Так, надо отправить нашим головасикам, пускай они разбираются с этим барахлом. Все, давай. Миха, а ты как понял, что я в теме? Когда Димона кремировали, ты там услугу им заказала. Сохранение образцов ДНК. Официально. Но я и вспомнил, что Димон по пьяни рассказывал, что брата он замочил, а племянник вроде как мертвый родился. А вы знали моих настоящих родителей? Знал. Отец твой спекулянтом был на бирже. Разбогател. Но боялся это показывать. Но он и с женой не расписывался. Хотя она уже на сносях была. Вот тут-то его братец игрок. А почему? Не почему, а зачем. Чтоб деньги его получить. Родного брата? Ну, не совсем родного. Единокровного. Отец у них общий, а матери разные. Ну, и семьи разные. Он и тебя бы грохнул. Если б тебя не пристроили в эту семью, у них ребенок умер, вот тебя с ним и поменяли. Так и оформили Трошин Глеб Владимирович. А мама моя где? А мама моя где? Маму твою тоже убили. Немного погодя. Ладно. Пошли в дом. Галина Николаевна, можно? Да. Мы разобрались с документами, которые нашли у Запрыкиной. Давайте слушаю. Во-первых, мы нашли сведения о мертворожденном ребенке, который родился в день рождения Глеба. Справка за подписью под Бельской. Вот кто оформлен матерью. Вербина, Тамара Евгеньевна. На самом деле, это был ребенок Трошиных. А ребенка Вербиной оформлено на Трошиных. И они его воспитывали. Это Глеб Трошин. Ну, короче, нашел я могилу этого мертворожденного. Думаю, раскопаю и проверю, родственник ли он Димона. Смотрю, а могилку-то кто-то уже раскапывал. А я тут при чем? Да ладно. А кому еще надо? Что, стреманулось? Скелет полностью достать. Ну, я понимаю, он же маленький. Не то, что ты, я не могу спокойно смотреть на мертвецов и на скелеты. Нежная, а экспертизу не побоялась сделать. И я не побоялся. И выяснилось, что пацан-то не тот, а настоящий где-то бегает. Среди бумаг из дома Сопрыкиных есть договор с крематорием на сохранение образцов ДНК Кривишина. Сопрыкина, видимо, знала, что есть еще один наследник. Ну, или догадывалась. У нее там еще результаты нескольких сравнительных экспертиз ДНК. И в одном случае доказана родственная связь. И, судя по дате, это последняя экспертиза. По-видимому, Сопрыкина тоже нашла наследника Дмитрия Кривишина. Ну, ладно. Трупик ты проверила. А как пацана-то нашла? Как-как? Тупо выкрала архив роддома. Проверила всех пацанов, которые родились в тот же день, что и мертворожденный. Ну, его же подменили. Я их всех проверила, один подошел. А ты как его нашел? А мне заведующая роддома сама рассказала. Я ее сильно об этом попросил. Ты что, ее того? Ну, а что? Она же в курсах. Черт, да это же ты накосячил. Дед все понял и вовремя подсуетился. Да ладно, кто что подсуетился? Я тебе отвечаю, ее хрен кто найдет. Да не надо никого находить. Могилу разрыли, она исчезла. Дураку понятно, если он в теме. О, глянь. Это не оно? Думаю, да. Вот адрес. Поехали. Тамару Вербину застрелили в Добинске через месяц после родов. Мать Тамары была одноклассницей под Бельской. Я думаю, что по-видимому, поэтому под Бельской и пошла на подмену ребенка. Где сейчас мать Тамары? Умерла. У Тамары из родственников остался в живых только ее отец, Евгений Вербин. А вот теперь самое интересное. Мы пробили его биллинги. Он созванивался с кем-то из наших фигурантов? Нет, но мобильный номер Вербина находился в соте дома Трошиных в ночь, когда пропал Глеб. И где он? После поездки к Трошиным его мобильный переместился в Добинский район и вышел из зоны покрытия. Там не везде есть сеть. Я понял. Вы хотите, чтобы я получил наследство и отдал его вам? Мы выяснили, что дед и бабка Евгения Вербина проживали в глухой деревне в Добинском районе. Деревня давным-давно заброшена. И его мобильный как раз перемещался в ее сторону. Дорог там почти нет. Ну, у него Нива. Ну, ты даешь. Единственное, чего я хочу, это, чтобы ты жив остался. А как вы узнали, что меня хотят похитить? Да я раз в неделю на кладбище хожу. Там у меня жена и дочь. А дочь похоронили в ту же могилу, что и ребенка того. Ну, якобы ее сына. Мертворожденного. Ну, да. А последний раз прихожу, смотрю, могилу разрывали. И кто-то достал этого ребенка. Подождите, вы сказали дочери и того ребенка, которого на меня поменяли. Получается, получается, вы... Да, Клеп. Я твой дедушка. Кстати, зовут меня Евгений Арсеньевич. Фамилия Вербин. У меня никогда не было деда. Бабка была, но дедов я как-то не застал. Считай, что теперь есть. Ну, короче, я сразу понял, что что-то случилось. Поспрашивал. И оказывается, что совсем недавно умер брат твоего отца. Вот родственники со стороны его матери засуетились из-за наследства. Он же богатенький был. Они хотели, чтобы я на кого-нибудь из них наследство отписал. Или чтоб о тебе вообще никто не узнал. Ну, как они меня нашли? Столько лет прошло. Они нашли заведующий роддомом, где ты родился. Зойку Подбельскую. Она была подружкой моей жены. Потому туда и рожать поехали. Ну, собственно, она все и оформила. А неделю назад Зойка исчезла. Вот я и сложил. Один плюс один. Тихо. Тихо. Продолжение следует... Здесь они. Давай по-тихому к дому. Подождем. Если кто выйдет, завалим. Ага. Садись на пол к стене. Не высовывайся. Садись на пол к стене. Глянь, Кость. Тут, судя по всему, машина до нас какая-то уже проходила в ту сторону. А может даже и не одна, а судя по следам. Аптечка там, в верхнем ящике. Отдай нам пацана его рукам! Вам в больницу надо. Давайте я к ним выйду, если вам машину дадут. Ты что, с ума сошел? Они за шермию меня выпустят. Одождемся темноты и попробуем прорваться в лес. Все, а дальше я сам. Без маза не отдадут. Спалим их, чертовой матери, и все. 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 Серега, горит что-то не к добру это. Дальше пешком пойдем. Надо пробраться незаметно. Оружие на землю! У вас ствол! Стоять! Стоять! А ну-ка стой, голубка! Стой, не дергайся! Стой! Стой, стой! Это камеры. Продолжение следует... Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. И не забудьте нажать колокольчик. Может, я? Я ради нее... на все готов. Я из Кюмбрии, бывший Ленакан. У меня там жена красавица и пять дочек. Все невесты уже. Скучаю, конечно, по ним. Но ничего не попишешь. Приходится ради них без выходных работать. Так, зарядка есть. Есть зарядка. Поехали, поехали. Ага. А вот мы уже и приехали. Пожалуйста. Спасибо. Сдачи не надо. Тебе спасибо, дорогая. Удачи. Жениха хорошего. Сдачи не надо. Не надо, не надо. Так. Сет есть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Быстрее. Пусть, друга, дай чуть-чуть назад, брат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тела обнаружил сторож гаражного кооператива, он отлучился по нужде, услышал звук мобильного за гаражами и нашел пацанов. Мальчишкам на вид лет шестнадцать, судя по разбитому носу одного и ранам на лице другого они подрались. Первый ударил второго по голове, второй ударил первого ножом, сам умер. Ну короче, друг друга поубивали. Отличное место для разборок, вокруг никого. Ребят, санитары, тела можно забирать. По номерам мобильных я установил личности погибших. Это Олег Гасилин с семнадцати лет, а это Семен Попов с шестнадцати лет, оба школьники учились в параллельных классах. Что о них известно? Судя по их созвоном, они общались очень активно, скорее всего дружили. Что ж произошло? Почему они убили друг друга? Не знаю, Галина Николаевна, но вчера в пятнадцать ноль ноль в мессенджере «Чаттербокс» оба парня получили самоуничтожающееся сообщение. Восстановить сможешь? Я пытаюсь, Галина Николаевна, честно пытаюсь, но вряд ли получится. Время смерти ребят около двадцати трех часов вчерашнего дня. Попов умер от удара в висок, Гасилин скончался от ножевого ранения в живот. Как такое возможно? Попов зарезал Гасилина, а Гасилин перед тем, как умереть, дал по голове Попову? Я думаю, что все было наоборот. Теоретически, после смертельного удара в висок, Попов некоторое время оставался в сознании, и за это время мог успеть убить Гасилина. Жалко их так, мальчики совсем. Это их одежда. Возьмешь? Конечно. Да, Андрей, я понял. Ага. Все, давай. Похоже, кто-то здесь стоял и вздал. Я осмотр окончил. Холодов скинул адреса погибших пацанов, надо в них обыски провести. Ну вот, что я говорила. А что здесь происходит? На одежде Попова нет следов крови Гасилина. Они должны были быть обязательно, когда Попов вытаскивал нож из Гасилины. Получается, Гасилина убил тот и другой? Ну, выходит так. У меня есть версия. Что за перец? На окурках, найденных около места преступления, найдены отпечатки пальцев 22-летнего Ильи Карасева. И его отпечатки есть в базе? Да. Он по малолетке сидел за ограбление, а сейчас работает в пиццерии около дома Гасилина. Да я чем хотите поклянусь, я этих парней не знаю. Что вы делали вчера около 23-х часов? Дома был. В танчике рубился. Я проверил Карасева на пересечении с погибшими. И что? Да ничего. По-моему, они действительно никогда не общались. По крайней мере, по тем номерам телефонов, которые нам известны. Ну, тогда за что же Карасев их убил? В ФЭС расследует смерть двоих школьников – Олега Гасилина и Семена Попова. На первый взгляд, все выглядит так, будто подростки подрались на пустыре и убили друг друга. Но на месте преступления находят следы третьего человека – сотрудника пиццерии Ильи Карасева. Карасев клянется, что погибших не знает. Галина Николаевна, я нашел в тайнике в комнате Гасилина спрятанный дедушкин пистолет и миллион рублей. Нет, родители про деньги ничего не знают. У Попова был спрятан миллион рублей под подоконником. Мать утверждает, что деньги в глаза не видела. Ну, вот откуда у пацанов такие суммы? Красивые фотографии. Да, фото с настроением. Что за девочка? Одноклассница Гасилина, Елизавета Игнатова. Наверное, она ему очень нравилась. Наверное. У нее весь ноутбук, забитый ее фотографиями. Нужно с ней поговорить. У нее телефон выключен. Данилов к ней поехал. Лиза в Милан улетела за шмотками? Я иногда разрешаю ей такое баловство. Простите, как ваше имя, отчество? А, извините, не представился. Филипп Маркович Игнатов, полковник таможенной службы. А что, собственно, случилось? Галь, я пообщался с учителями погибших. О Гасилине все зываются очень хорошо. Попов же наоборот, по словам педагогов, конченая шпана. Ну, он подворовывал, играл в карты со старшими ребятами на деньги. Да, есть. Галина Николаевна! Что случилось? У меня новости по револьверу. Два дня назад из него стреляли во время ограбления букмекерской конторы. Вот как? Контору ограбили около двадцати одного часа. Судя по материалам дела, грабителей было двое. Давай сюда! Похищены три миллиона рублей. Лежать! Руки за голову! Что я видел? Не с места, я сказал! Бежим! Слышишь? Пуля срикошетила и попала в охранника. Он сейчас в больнице. Выходит, Попов с Гасилиным и есть те самые грабители. Ну, где в таком случае третий миллион? Вот, посмотрите. Судя по росту, это Олег Гасилин. У него висит рация с тревожной кнопкой. Рация. Значит, был еще третий. Он наблюдал за обстановкой снаружи и в случае опасности должен был подать сигнал. Где вы были позавчера в девять часов вечера? На работе. Я с десяти до десяти весь день работал. Я был у Карасева на работе. Он действительно проработал целый день. Но Карасев часто отлучался наперекуры. А букмекерская контора через квартал от его пиццерии. Ограбление длилось шесть минут. То есть, гипотетически, за пятнадцатиминутный перерыв Карасев мог поучаствовать в ограблении и вернуться на работу. Есть. А, Илья Михайлович, что же у вас машина в таком состоянии? В каком, в таком? В грязном. А это? Да у меня времени не было. Да и старая она уж совсем. Мне и отчим отдал. Была бы новая, тогда да. А так чё? Граждане понятые, обратите внимание. А вот и третий миллион. Это что, деньги? Ага. Деньги. Российские рубли. Я так полагаю, украденные из бок мекерской конторы. Это не моё. А чьё? Да не знаю я. Я таких денег в жизни в руках не держал. Да и стал бы я их в запаске хранить. У меня вон багажник открывается проволокой. Ладно, разберёмся. На пакете и на деньгах из багажника отпечатков Карасёва нет. Ну и что? Ну не знаю. Вдруг его и правда подставляют. Ну может он трогал деньги и пакет в перчатках. Ладно, я понимаю. Ты хочешь сказать, что третий грабитель убил своих подельников, отказался от своей доли выручки, лишь только для того, чтобы подставить несчастного уголовника Карасёва? Не крутовато ли? Галина Николаевна, я побеседовал со следователем, ведущим дело об ограблении букмекерской конторы. Что он сказал? Полицейские долго не могли подъехать к зданию, так как подъезд был плотно запаркован машинами такси. Я думаю, грабители специально их вызвали. Очень предусмотрительно. Это дало им фору во времени и возможность сбежать. Нужно найти и допросить всех таксистов. Уже делается. Галина Николаевна, вы вовремя, я уже всё выяснил. Такси вызывались на двадцать один час с трёх разных номеров без регистрации. Все три номера включились одновременно за неделю до ограбления и созванивались только между собой. Сейчас они активны? Два телефона выключили сразу после ограбления и больше не включались. А третий? А третий, вот он. Включился вчера утром. В настоящий момент движется он вдоль шоссе в сторону Азимовска. Карасёва действительно подставляют. Галь, я нашёл телефон в багаже гражданки Сусловой. Она ехала домой в Азимовск, в рейсовом автобусе. Вчера утром она выписалась из больницы, где её вырезали желчный пузырь. Так что в ограблении она точно не участвовала. Скорее всего, Карасёва подвосил телефон ей в сумку. Нет, не опознала. Везу её к нам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Приехал я на заказ. А к зданию подъехать не могу. Там такси, машин двадцать стояло. Стоят, ждут. Зачем стоят? Кого ждут? Вот я и объехал вокруг. Мне зачем заказ селять? Я пятнадцать лет уже за рулём. Маме квартиру отремонтировалось. Новый дом построил. Дочкам приданное припас. Дачу уже начали делать. Вот если бы ещё полк силы дал, вот как нам вообще? Леон Ашуточич, а что было потом? Так я и рассказываю. Потом появились какие-то пацаны, и полиции ли прямо мне под колёсами. Я думал, от того бампером затер. Так куда же ты? А фотороботы их сможете составить? Нет, лиц я их не видел. Они капюшоны вот так надели. Ничего не видно было. Ладно, обойдёмся без фотороботов. А куда вы говорите, он опёрся рукой? Покажу. Вот сюда. Сюда? Да, сюда. Машину мыли? Нет, не успел ещё. Но я собирался, понимаете, я собирался уже, клянусь матерью. Но в этот момент дочка позвонила, говорит, папа, срочно деньги посылай. Празднику хочу туфли купить и ещё там бельё по мелочи, там колготки, молготки. Я на машину сел, поехал в банк. В одном банке перерыв. По пробкам доехал до другого банка. В очередь доставил. В этот момент старый клиент звонит, говорит, лево он дорогой, срочно выружай. Мне нужно поехать в аэропорт. Я вам по секрету скажу, аэропорт для таксиста это самый выгодный вариант. Повёз я его туда, на обратном пути иностранца зацепил, валютой он мне заплатил. Но машину помою. Прямо сейчас поеду помою. Спасибо огромное. Не за что. Спасибо. Заходите. До свидания. Спасибо. До свидания. Как дела? Галина Николаевна, отпечаток с капота такси не совпадает с отпечатками Гасилина, Попова и Карасёва. Значит, третий грабитель не Карасёв. У меня вот вопрос. Почему этот таистный третий был без перчаток? Ну, если он следил за ситуацией на улице, перчатки вам были ни к чему. Даже наоборот. При тёплой погоде они могли привлечь к нему лишнее внимание. Как же нам его искать-то теперь? Меня вот что интересует. Почему он подставил Карасёва, подбросив ему свою часть награбленного? Ответим на этот вопрос, найдём грабителя. У меня идейка есть. Я тут придумал одну программку. Она восстанавливает все сообщения, которые отображались на мониторе смартфона. А самоуничтожающиеся? К сожалению, нет. Она может восстановить только те записи, которые хранились в памяти телефона. А эти не хранились. Понятно. Но я восстановил кое-что другое. Найденный в автобусе телефон никогда не подключался к Wi-Fi. Но за время, пока он был включён, телефон видел 35 разных Wi-Fi сетей, в том числе школьную сеть и домашней сети 15 одноклассников Гасилина. Нам нужны отпечатки пальцев всех этих одноклассников. ФЭС расследует убийство двоих школьников Олега Гасилина и Семёна Попова. Выясняется, что за два дня до смерти они ограбили букмекерскую контору. Похищено 3 миллиона рублей. Устанавливают, что был неизвестный третий сообщник. Грабители вызвали к зданию множество такси, чтобы затруднить подъезд полиции. На одной из машин остался отпечаток третьего грабителя. Галина Николаевна, отпечатки на капоте совпадают с отпечатками на вещах Елизаветы Игнатовой. Да, да, той самой однокласснице Гасилина, которая ему нравилась. Она и есть третья грабительница. Да, понял. Понял хорошо. Филипп Маркович! Да, слушаю вас. Скажите, когда возвращается ваша дочь? Судя по всему, она важный свидетель. Я не знаю. Как это вы не знаете? У Лизы нет обратного билета. Я должен был купить его в ближайшее время. Вам придется проехать со мной. Данилов прав. Игнатов может предупредить дочь, чтобы она не возвращалась. Поэтому пусть пока посидит у нас. А может заблокируем ее банковские карты? Хорошая мысль. И отправим ей электронный билет на самолет. Якобы от ее отца. Сделаю. Посмотри сегодняшние рейсы. Хорошо. Так, получается, что Игнатова участвовала в ограблении, но убить своих сообщников она не могла. Она уже была в Милане. И кто же тогда их убил? Галина Николаевна, я навел об Игнатовой справке. Ее парень? Да. Судя по фоткам Игнатовой из соц.тети, она встречается с 19-летним Вадимом Супониным. Супонин сейчас в СИЗО. По какому поводу? Ожидает суда. За совращение на совершеннолетней Гнатовой. О, как? У Супонина осталась мать. Супонина Алина Юрьевна. Я думаю, что с ней есть смысл поговорить. Да Вадим сладкое любит. Я вот конфетку пила, но мне их не приняли, велели развернуть. Давайте я вам помогу. Спасибо. Алина Юрьевна, какие отношения были у вашего сына с Елизаветой Игнатовой? Хорошие. Знаете, очень хорошие отношения. Вадим и Лизонька любили друг друга. Да и сейчас любят. Знаете, это такое счастье найти своего человека. Но не всем так везет. Что-то я не понял. А она не обвиняла Вадима в совращении? Да что вы. Она всегда защищала его. Это ее отец. Заявил в полицию, что Вадим совратил Лизу. Ей тогда еще пятнадцать было. Они только начали, ну как это сказать, встречаться. Сами понимаете, молодые, горячие. А Лизонька, она очень хорошая. Она очень меня поддерживала. Алина Супонина набрала кредитов после того, как ее сын оказался в СИЗО. Она все время переводила деньги на электронные кошельки, зарегистрированные телефоны, которые локализовывались. В сути, СИЗО. Похоже, у нее вымогали деньги. Ну, конечно же, платила. Ну, куда денешься-то? Чтобы у Вадима доступ к телефону был. Потом за регистрацию. За что? Как же это? Прописка в камере, доступ к врачу, баню. Алина Юрьевна, не делайте так больше, вы платили мошенникам. Каким мошенникам? Я же звонила, мне объясняли, у них строгие порядки. Ну, Вадиму просто так никто помогать не будет. Скорее всего, вам заморочили голову такие же заключенные, как и ваш сын. Вы им верили, но и выполняли их требования. Господи. Господи. Ну, как же так? Я же ради Вадимочки. Ну, Господи, ну, чтобы ему там полегче было. Ой. Может, Лиза украла эти деньги для Супониной? Может. Ну, кто тогда подкинул ее долю Карасева и убил пацанов? Хороший вопрос. У Супониной есть мотив подставлять свою несостоявшуюся невестку. Несмотря на их типа прекрасные отношения, все-таки из-за Игнатова ее сынок в СИЗО угодил. Вряд ли Супонина смогла бы справиться с двумя парнями. А я думаю, что она смогла бы. Она в молсе дзюдо занималась. Между прочим, была чемпионкой округа. Ну, допустим, Супонина мстит подружке сына. Ну, зачем мне подставлять Карасева? Бедная девочка. Что теперь с ней будет? Вы знаете? Вы знаете, это я виновата. В каком смысле? Это я сказала Лизе, что богат три будет миллион рублей на взятку судье, чтобы Вадиму условно дали. Господи. Зачем я сказала? Зачем? Дура я, дура. Господи. Как фамилия адвоката? Русанов. Понятно. Собирайтесь, Алина Юрьевна. В контору к нам поедем. Да. На денежные купюры флуоресцентным составом, а не сюда слово «взятка». Закончила? Ага. Так, что? Это мини-жучок. Он же… Нано-маячок. Последний писк шпионской моды. Коллекция весна-лето. Ну и долго ты на этот кутюр будешь любоваться? Да, слушаю. Номер рейса? Спасибо. Елизавета Игнатова зарегистрировалась на рейс. Она едет домой. Вот Круглов ее и встретит. Вот он. Алина Юрьевна, вы помните, как мы договаривались? Да. Да, конечно. Постарайтесь вести себя максимально естественно. Я постараюсь. Ну все, идите. Здравствуйте. Как мы договаривались? Андрей, деньги у адвоката. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подождите меня здесь, пожалуйста. Ваши вещи попадут у нас. У адвоката губа не дура. Да я не отвлекаюсь. Он выбирает колье для жены. За пятьсот тысяч не хочешь, дешево. Да я замучился слушать. Давно не было так скучно. Карата, чистота, бла-бла-бла. Стой. За семьсот пятьдесят выбрал. Помолчи. Он деньги считает. Все, Степ, его можно брать. Давай. Он расплатился. Какой ужас. Кто же их так? Мы пока не знаем. Что это? Это результаты экспертизы, которая подтверждает ваше участие в ограблении букмекерской конторы. Да я была там. Мне пришлось. Пришлось? Я пошла на это ради Вадима. Он в тюрьме из-за меня, понимаете? Я должна была его спасти. А Попова и Гасилина как вы убедили участвовать? Олег Гасилин. Он в меня влюблен с третьего класса. Он сразу согласился. И Попова он тоже подтянул. Я так поняла, пообещал упростить ему карточный долг. Ну и деньги из конторы тоже. В телефоне Елизаветы Игнатова установлена программка. Родительский контроль. Игнатова живет вдвоем с отцом. Он мог найти украденные деньги и телефон, с которого Игнатова общалась с Поповым и Гасилиным. Точно. Тогда все произошедшее имеет смысл. Отец отправляет дочку в Милан, а сам убивает ее сообщников. Чтобы они ее не выдали. И поставил Карасева, за которого Игнатов мог наблюдать. Ведь пиццерия, где работает Карасев, находится в соседнем доме. Я всем говорила, и судье, и следователю, что Вадим меня не совращал. Что я с ним по любви. Он даже не знал сначала, сколько мне лет. Но меня никто не слушал. Отец сказал, что Вадиму тюрьмы не избежать. А у отца такие связи, кого угодно за решетку прячет. Где украденные вами деньги? Я не знаю. Как это? Не знаю. Я устала, больше не хочу разговаривать. Да, он. Он точно. Он, он. Ну что там? Суслова опознала Игнатова. Он ее около автобуса чуть с ног не сбил. Да наставили тут. Не пройти, не проехать. Оксан! А? Это что такое? А, это вещи Филиппа Игнатова, изъятые при обыске. Нужно их все проверить. Поможешь? Ну не знаю. Ну ладно, помогу. Раз ты меня просишь. Ну спасибо. Говорю вам, я никого не убивал. Это же какой-то вред. Я нашла. Что ты там нашла? Я не спал. Смотри. Похоже на кровь. Ну вот я тоже так думаю. Есть хочется. Все потом. Кофе хочется. Потерпи. Данных недостаточно. Как же быть? Наверное, пятна пытались смыть. Поэтому для излечения ДНК они непригодны. Погоди-ка. Кровь ведь могла ей во внутрь браслета попасть. Есть. На браслете ваших часов обнаружена кровь Олега Гасилина. Это вы убили сообщников вашей дочери. Я не хотел. Я был вынужден. Все началось с этого Вадима. Да я ради тебя все делаю. Да ты лучше бабу себе найди и от меня отстань. В конец оборзела? Так и соображай, с кем ты сейчас разговариваешь. Как хочу, так и разговариваю. Ах так? Ладно. Я тебе запрещаю встречаться с этим самым Вадимом. Запрещаю, поняла? Я сама решу, с кем мне встречаться, а с кем нет. Совсем дурная. Он уже взрослый, а ты еще нет. Да у него только одно на уме. Ты понимаешь это или нет? Я уже давно не ребенок. А может я вообще беременная? Лиза, доченька, ну как же так? Да расслабься ты. Я пошутила. Ты там бал спал с моей маленькой девочкой. И чтобы спасти дочь, вы написали на Супонина заявление в полицию. Я не мог позволить ей ломать свою жизнь. Я должен был все это как-то прекратить. Но Елизавета решила спасать Супонина. Да. К сожалению, она не успокоилась. И когда Вадима посадили, Лиза пыталась залезть ко мне в сейф. Но естественно, я сразу же вывез из дома все ценности. Как вы узнали об участии вашей дочери в ограблении? Про налет было в новостях. А я следил за телефоном Лизы. И увидел по локализации, что она часами торчала возле этой конторы в течение двух недель. Я обыскал комнату Лизы. Нашел деньги и заставил дочь мне все рассказать. Это что такое? Я тебя спрашиваю! А я надолго уезжаю? Не знаю. Я не могу надолго. Вадим, если ускоро. В тюрьму захотела, да? Отпусти, мне больно. Ты меня достал с этим придурком своим! В тот же день я отправил Лизу в Милан, предварительно забрав у нее сим-карту. Я нашел на помойке выкинутый Лизе телефон и подбросил его той женщине, которая спешила на автобус. Не ожидал, что вы так быстро телефон найдете. Что было дальше? Дальше я с Лизиной Симкина назначил встречу Попова и Гасилина. Блин, так же жрать хочется, аж живот к спине прилип. А мамка дома таких пельменей налепила. Черт, Лиза весь день недоступна. Наверное, что-то случилось. Шпилится с кем-то, наверное. Пошел ты, придурок. Филипп Маркович? Добрый вечер, молодые люди. Здравствуйте. Здрасте. Лизу ждете, да? Ну да. Понятно. Олег Гасилин. Он меня влюблен с третьего класса. Он сразу согласился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я видел, как тот пацан из пиццерии курить выходил. Как сидел, как держался и понял, что он судимый. Видел, как он открыл багажник проволокой. И открыл его точно так. Что бы вы делали, если б следствие не вышло на Карасева? Кто такой Карасев? Пацан из пиццерии. Он, кстати, действительно судимый. Я забрал бы деньги таким же способом. Но Карасев же мог их найти? Мог. Пришлось рискнуть. Мне нужно было спасать дочь. Она у меня одна. Я ради нее на все готов. У мальчиков, которых вы убили, тоже есть родители. Я понимаю, мне жаль. А что мне оставалось делать? Ясно же, что их найдут в два счета, а они выдадут Лизу. Я не мог позволить, чтобы моя девочка села в тюрьму. Наконец-то, наконец-то. Я так за тебя боялась. О, спасибо. Отпустили? Да, под поручительство Рогозиной до суда под подписку о невыезде. Хорошо. Теперь, вопреки обещаниям Игнатова, парень может рассчитывать на условный срок. Который, вообще-то, ему положено. По закону. А вот Лиза, скорее всего, получит реальный. За организацию вооруженного ограбления. Но она все-таки спасла Вадима от тюрьмы. Да, но какой ценой? Надеюсь, что Вадим будет ей так же предан. И дождется девушку в скалоне.